приветствую вас друзья сегодня у нас третья заключительная часть по поводу винтовки атаман m2r в калибре четыре с половиной семь с половиной джоулей и сегодня будет финалочка и это отчет для клиента но я вам расскажу подробнее про винтовку потому что в процессе ее изготовления но далеко не все я показал что можно было но не до этого было некоторые моменты были спорные какие-то моменты и применял впервые что-то потом пришлось менять во второй части я уже фактически закончил работу с этой винтовкой удалось занять даже первое место в заводчике но как я уже сказал то скорее случайность чем закономерность потому что винтовка работала еще недостаточно хорошо но не настолько чтобы меня удовлетворять на сто процентов поэтому по итогу той стрельбы на 50 метров на открытом воздухе кстати достаточно непростыми ветровыми условиями я пришел к выводу что нужно подобрать другие пули и по возвращению я нашел у себя тестовый набор пуль gsb в калибре четыре с половиной вы могли его видеть аж в ролике про лакшери винтовку вот этот тестовый набор остался еще с того времени то есть уже прошло наверно три года может быть даже чуть больше где я тоже подбирал пулю перед чемпионатом россии даже по моему перед поездкой остальным я занимался но я врезочку все сделаю коротенькую так первый тестовый отстрел прикуплен такой вот наборчик gsb здесь у нас экзакта 450 451 452 вот они меня интересуют отстрелял по три группы каждый пули винтовку на минимальный отжим пришлось настраивать иначе она просто не работает дистанция 25 метров то есть пули вот эти пролежали столько времени потом они приехали сюда я их нашел и вот при помощи этого тестового набора я буду проверять что хочется сделать ну подобрать пулю полегче весом чтобы была выше скорость пусть там быка у меня будет пониже но фактор гироскопической стабильности что был ближе к единице это даст большую ветровую устойчивость но я думаю лучшую кучность в том числе конечно же на 25 метров я буду все это делать винтовку я соберу как вот и лакшери собирал то есть площадку под бэру пор палец на приклад ну то есть винтовку готовлю как для бэра кстати в этом ложе мне очень даже понравилось стрелять свободным откатом очень классно получается винтовка стабильная плюс у нее развесовка получилось интересная так как у нас здесь и короткие резервуары стволик короче чем штатный то получилось достаточно аккуратненько все и даже я бы сказал симпатично так вот давайте посмотрим что у нас получилось по подбору боеприпасов полернем стволик пульный вход ну что винтовку доставили в тир сейчас мы все это дело настроим установил бэр-адаптер палец для бэр-мешка установил мостик сейчас пристреляем оптику и вот у меня здесь так здесь у нас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 это тоже 552 буду пристреливать и и пульками 0 547 552 здесь у меня есть тестовый набор здесь экспрессы что у нас здесь есть так смотрим экзакты вот у нас их три вида 550 551 552 RS у нас есть монстры экспрессы и хэвики вот мы последовательно постреляем накученность на 25 метров с бэр-упора буду стрелять исключительно свободным откатом она прекрасно работает свободным откатом и владельцу буду рекомендовать также так здесь на дольничек такой установил резьбу надо перерезать у меня метчика такого нет в токарнике выставлять заморачиваться лень куплю метчик это переходник с мл-15 под штатный модератор ну его поставлю и в принципе владельцу можно будет устанавливать любые модераторы которые разработаны под атаман мне кажется это будет наиболее правильно там на мишени у меня цифры подписано вот пойдем так 1 2 3 4 5 так монстрами на стрелять не буду 6 но и 7 будет хэвики 8 вот эти плоскоголовые то есть вот идем против часовой стрелки так на что результат у нас есть лучше всего полетели пули им двух видов вот отсюда раз два три четыре по моему эти вот это сейчас посмотрим подпишу не осталось мне здесь скорее всего вот они три вида здесь были резки вот и резки хорошо полетели и по моему экспресс и вот эти монстры вообще тоже решил иметь стрелять такая хрень получилась хэвики неплохо полетели и какой-то из вот и но не вот эти улети также как на прошлой стрельбе кстати неплохо полетели матчевые 25 метров что удивительно ладно погнали ну вот что у нас получилось подписал так вот здесь экзакты это 0 547 диаметр 450 вот они неплохо полетели прямо вот одна группа но это мне кажется даже самое лучшее но мы кучность измерим здесь прошлый раз они стал замирать а здесь это будет объективно вот 450 вот это вот те пули которыми я ее пристрелял 552 экзакта 19 года вот они так вот у нас 450 вот отсюда дальше 451 у нас отрыв вниз тут есть ну так же как и 452 и 452 тоже она с небольшим отрывом но кучность похоже на ту что есть тенденция намечается следующий у нас пошли экспрессы но не тоже неплохо полетели но как группа такая себе и вот самое интересное у меня террески 0 475 здесь каждой мишени по 6 пули сделал потому что по отрыву присутствует причем этот отрыв это первый выстрел я его наверное учитывать не буду потому что тенденция повторяется я через группу очереднул опять то же самое то есть вот первый выстрел отрыв потом здесь 5 залетела здесь опять отрыв от после экспрессов и опять 5 залетела хэвики но тоже неплохо но у меня и до этого не летели монстры пролетели ужасно тут нам на 5 сантиметров кучность и для закрепления результаты я еще сделал группы по 7 выстрелов 450 экзакты и риски получается да это у нас риски 0 475 грамма вот они у нас вот не вот эти вот 4 то есть раз два три четыре вот они риски полетели очень даже хорошо мне кажется вот это наверно основная пуля будет но пойдемте к мишени ну вот смотрите результат вот у нас 450 экзакты и вот и риски по 7 пуль у нас здесь один отрыв здесь условно без отрывов скорее всего буду рекомендовать владельцу стрелять резками не знаю как они на улице будут лететь но тенденция здесь явно намечается если убрать и отрывы которые идут после перехода с одной пули на другую плюс у меня это тестовый набор он старый он где-то лежал там хрен знает сколько лет там не осалки ничего нет но тем не менее тенденцию мы намечаем то есть вот эти пули летят лучше всего того что было до этого ну плюс полировка тоже она убрала отрывы диких отрывов нет ну кроме монстров у нас в принципе все пули использовать можно так отстрелял в хронограф все наши пульки смотрите как интересно получается но вот хэвик у нас 155 156 это 8 8 и 1 как я говорил рс у нас получила скорость 175 метров в секунду энергетика 727 джоулей но эти экзакты 450 которые 0 547 получилось 717 джоулей вот смотрите одни и те же настройки зависимости от пульки получается разная энергетика но они все у нас укладываются в нашу законодать в наш законодательный порог ограничений то есть можно любыми пулями стрелять и мы будем находиться в правовом поле ну а теперь давайте непосредственно про винтовочку поговорим за базу у нас взят атаман м2р тактика 2 это ложе avl в зеленом софта чем винтовка куплена была ранее у меня вы видите гравировку стрелковый клуб мелодот это говорит что здесь далеко не стокова винтовка так вот в этой коробке какие были изменения здесь во первых увеличены проходные во вторых там все было подготовлено для установки китафа меча и он там стоял соответственно винтовка была рассчитана на большую энергетику там не стоковая направляющая ударника которая мне спутала все карты потому что изначально я планировал туда просто поставить клапанно ударную группу от атаман м2р который у них есть для либра четыре с половиной для матчевых винтовок семь с половиной джоулей и как бы никакого геморроя здесь не предвещало но так как направляющая там не стандартная у нее нет буртика у нее другая посадка в коробку то есть штатную направляющую туда поставить я не мог никоим образом там доработан ударник он на полимерной втулке что исключает этот момент изменения скорости от загрязнения направляйки но это было сделано естественно для калибра 5 5 но и плюс клиент пожелал чтобы у него была возможность все-таки использовать эту винтовку в калибре 5 5 поэтому мы с ним вместе пришли к решению о том что мы оставляем штатную ударку единственное что мы здесь меняем естественно это боевая пружина ударника мало того что она четыре с половиной калибра так она еще и немножко укороченная пришлось сделать другую пятку упорную более ну другую не штатную короче сюда пришлось поставить клапанная клапанная группа гельза клапан от калибра четыре с половиной но клапан 5 5 то есть уменьшенные проходные плюс стоит заглушка в перепуске типа дросселя несколько раз и подбирал диаметр по моему там один и три миллиметра сейчас стоит там другой перепуск в стволе диаметр перепуска с 3 и 2 и уменьшил до 2 2 и 2 миллиметра посадка штатная но так как винтовка это изначально была сделана под ломик лв 500 и твисту там 18 миллиметровое посадочное отверстие но стоит втулка как вы можете видеть сейчас поближе покажу вот она из д16т у нас там втулочка идет в принципе она оттуда легко вынимается туда можно ставить стволик диаметром 18 миллиметров штатного сейчас под штатный диаметр здесь сделано 13 9 по моему там посадка я уже не помню далее восьмерка но она здесь выполняет скорее декоративную функцию как и на всех этих винтовках но из-за того что стволик у нас 14 миллиметров то он просто свободно вывешен теоретически сюда можно втулку из помы поставить как это было на лакшери винтовки но я это дело этого делать не стал все-таки решил оставить консоль на вывешенный ствол на такой длине в принципе это все у нас нормально резервуар у нас укороченный от спортивной винтовки редуктор без редукторной проставки плюс у нас заглушен еще за редукторный объем по максимуму за редукторный объем здесь сейчас меньше 4 кубиков получился пробка передняя штатная редуктор перепакетирован но это я все вам показывал пакеты сделаны так чтобы работать на давление от 55 до но до 100 не более 100 атмосфер с такими пакетами работает нормально все очень стабильно все работает далее сделано штатная посадка под модератор это деталь от и мыл 15 так как на заготовке ствола была нарезана резьба но шаг у нее естественно не совпадал пришлось переделать эту втулку сделали посадку под необходимую резьбу единственно дульный срез чуть-чуть выступает но сейчас я в резочку сделаю небольшой установил переходную втулку вот штатный атамановский модератор как и говорил это эстетично выглядит и можно использовать в принципе штатные атамановский модераторы единственное так как дульный срез здесь немножко отличается его не делал под атаман но изначально не было такой задачи то нужно будет вот эту часть модератор но это уже больше для хозяина информация на 4 миллиметра сделать короче чем штатного модератора ну вот так для образца я сюда вот эту втулочку ставлю она закручивается заподлицо стрелять не мешает абсолютно ну как в штатном модераторе но как и в штатной втулке это все то есть это штатные детали атамана модератор этот не штатный но посадка штатный вот заказывать если будет он вдруг но по мне так он здесь нахер не нужен модератор ну как бы на любителя если нужен можно поставить нет можно стрелять так далее стоит здесь бр-адаптер но естественно это мой он будет стрелять с ушек сергея беляура по поводу нулевой точки спрашивал где стоит ну вот смотрите на каком слоте то есть слот сразу за восьмеркой получается вот у меня нулевая точка получилось здесь но это при стрельбе сбора упора далее установлен латунный палец там владелец пытался сделать как-то по-своему стояла антабка но антабку это выкрутил то на нее как-то крепилась и такая конструкция не нравится потому что одна точка крепления она будет иметь со временем тенденцию к разболтыванию поэтому просто убрал затыльник вытащил палец из латуни заполировал его ну и закрепил как я это ранее неоднократно делал здесь просто винт но может быть имеет смысл его заменить на черный но у меня не нашлось просто черного винта анодировать их целое дело то есть винтовку принципе можно использовать и для бенчереста и для стрельбы свободных позиций ну так же у нас установлен мостик с наклоном вода лего из беларуси поэтому пришлось поставить низкие кольца стояли здесь ранее высокие но по высоте получилось чуть чуть выше так как у нас есть регулируемые щека принципе это не проблема также установлена короткоходная шептала что позволило сделать спортивный спуск если клиент вдруг захочет будущем он легко может поставить сюда спуск со спицей спортивный второе шептала которая идет в комплекте я отдаю ему вот здесь на вырост у него есть как бы момент и ну и плюс он легко может перевести ее калибр 5 и 5 для этого единственное что нужно будет сделать это заказать другой редуктор потому что этот редуктор домашних условиях перепакетировать я не рекомендую лучше приобрести второй редуктор и пружину ударника от калибра 5 и 5 при наличии хронографа ну ставится естественно за редукторная проставка ствол тот который шел в комплекте досылатель перекручивается и винтовка превращается у нас калибр 5 и 5 спокойно но понятно что не на коленке но подробную инструкцию клиента я дам как это все сделать никаких проблем не предвидится что получилось у нас по итогу лучше всего полетели пульки rs получается 0 450 0 475 грамма это самая лучшая пуля которая полетела с этого ствола также 0 как те также полетели экзакты но диаметром 450 если клиент их найдет то в принципе можно закупиться ими стрелять 454 52 экзакты полетели мягко скажем не очень тогда лучше стрелять хэвиками но хэвиками скорость получается меньше ну и такая минометная стрельба то есть пумси бах пумси бах ну надо смотреть что на улице полетит лучше то есть вот три вида пуль которые летят с этой винтовки энергетика у нас получается 7 и 2 7 и 7 и 3 и 8 и 1 джоуля соответственно то есть мы спокойно используете пули остаемся в правовом поле ну как я уже сказал сертификаты на этой на эти изделия вот там она есть то есть никаких проблем нет ну то есть у него будет 5 и 5 калибр 3 джоуля изначально который был и калибр четыре с половиной семь с половиной джоули для спорта тренировок с этой винтовки отлично тренировать свободный откат все ошибки все видно шикарно получилось ну то есть отдачи нет вообще вообще несмотря на то что ударник все-таки здесь увеличенной массы хорошему здесь бы короткоходный маленький поставить но мы вышли из положения в принципе все удовлетворяет выстрелов получается очень много я их не считал тут наверно больше двух сотен можно закачать и несколько этапов заводчики отстрелять с одной заправки это тоже круто но для тренировки винтовка получилась идеальная считаю также можно стрелять на 10 метров все вот эти дисциплины необходимы силуэтку можно будет с нее стрелять винтовка получилась достаточно универсальная спасибо большое за просмотр владельцу метких выстрелов кто желает такое же изделие получите своего путем модернизации скажем так обращайтесь у нас несколько вариантов уже получилось этих винтовок до новых встреч пока